Гитмовис. Канал для всей семьи. Что ты подкрадываешься? Прости, я не хотела. Не хотела. Смотри, как я могу. Лети! Ух ты! Камень просто огнище! А ну, кыш, кыш! Ладно, давай своё мороженое. Так, что у нас сегодня с развлечениями? Чудо волшебной луны Силу свою принесёт. Если берётся за дело патруль Нас приключение! Нас приключение! Нас приключение ждёт! Аленочка, ты скоро? Мы уже собрались. А, девочки, не забыла сказать. Я тут на конкурс талантов записалась. Теперь готовиться надо. Не могу с вами пойти. А? Конечно, Аленка. Выступление важнее поисков лунного камня. Нет, Варечка. Важнее придумать номер для выступления. Ай! 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 Не получается! Что же показать? Ладно, девочки, идём. Нет! Аленочка, ты же маг огня. Покажи огненное шоу. Этим никого не удивишь. Нужно что-то необычное, не магическое. Не знаю. Ладно, удачи на шоу. Ха! Конкурс талантов! Пойдём посмеёмся. Если граф Дракула нас заметит, будет скандал. Нам ведь запретили появляться на фестивале. Вот для этого и нужна маскировка. Привет! Добрый день. Прошу, Манан. И вот я тебя посчитаю, шоколадный бисквит с крупицей маской соли. А-а-а? А-а-а-а-ах! Я точно опозорюсь! Это что, морские коньки? Эй, вывезти сюда! Хотите печеньку? Вкусная! Так вот с кем я выступлю на шоу! Спляшем на сцене конечки! Сказочный патруль! Это вы звонили? Расскажите, пожалуйста, что случилось? О, монстр! Ужасный летающий монстр! Ага, здоровенный! Вот с такими зубищами! Он на вас напал? Нет! Не пугал и улетел! Фома и Ерема? Привет! Монстр? Он в лавке Фомы и Еремы! Бежим! Ага! Ага! О! О! И-и-и-и-и-и-и! О! Еще! Хе-хе-хе! Молодцы! О, смотри! Волшебная рыба! Волшебная? Конечно! Спорим, радиоуправляемая? Да нет! Мышкин город чудес! Так в буклете написано! Верю, верю! Шаг, шаг, поворот! Шаг, шаг, поворот! Почти догнали! Скорее, девочки! Вон он! Бежим! Да! Номер готов! Трепещи конкурс талантов! Ой, Трезор? Это ты? Ты еще что ли вырос? Ну, как дела у водяного короля? А что ты тут делаешь? И как это тебе без воды? Нормально? Так, а ведь коньки тоже без воды? Как я сразу не заметила! Аленка, берегись! Девчонки, да это же Трезор! Ой, и правда! Привет, Трезор! А уже уплываете? Значит, мы не выступим на шоу талантов! Вы остаетесь! Да, танцоры лопнут со смеху! Особенно тот бородатый! А сейчас номер под названием «Морская мечта»! Встречайте! А, она костюм на помойке, что ли, нашла? Сейчас что-то будет Эй, это мои коньки Ты видела? Сейчас я это рыжей устрою Нет, Марена, не надо Нас заметят Ну, пусти Тише Дай сюда Падай Пока, друзья Спасибо за помощь Интересно, почему в наших рыбках энергия лунного камня закончилась так внезапно? А мне интересно, как она в них появилась Думаю, у меня есть ответ Вода в фонтане тоже светится Значит, продолжим поиски в подмышкине О! Сфоткай, будто я поймал летающую рыбу Сестра называется Зачем ты мне помешала? Я бы эту рыжую на весь зал опозорила Ты не расстраивайся, Марен Просто я не хотела, чтобы нас заметили Ладно Еще повеселимся Правда, камешек? Да С первого раза А ты Попадешь вон в того Марена, не надо Они разобьются А у нас будут неприятности Неприятности лучше, чем эта невыносимая скука Есть Два ноль Ладно, не ной Еще разок Последний Ты видела? Ничего себе Круто Да Этот камешек выбрасывать не стоит Все, идем Сейчас Только гнома поправлю Стой Я сама Так лучше Чудо волшебной Меловой луны Силу свою Принесет Если Берется Садила Патруль Нас приключение Нас приключение Нас приключение ждет След лунного камня Исчез окончательно Хм Интересно Где же камень сейчас? Машечка А я тебе уже говорила Что твоя новая заколка Просто супер Да, Аленка Говорила И не один раз Только Огненный узорчик Мне больше подходит Дашь поноси? Что-то Это заколка Подарок от Корвина А я не знала Машечка Носи сама Тебе очень идет Ой, девочки Смотрите Может Ему помощь нужна? Фомая Ерема Хм Алло Что? Обокрали вашу лавку? Стащили дубинку-бокомялку? Вы кого-то видели? Ага Высокий В плаще И Эм В смысле Извивался как червяк Вот так? Да? И у него дубинка Эй, постойте Зачем вы ограбили лавку Фомы и Еремы? Эх Вы кого мы не грабили? Взяли на время Понятно? Нам надо И для чего вам дубинка-бокомялка? А чтоб домой попасть Домой? А что же вам мешает это сделать? Да эти Пришли вчера Ни здрасте Ни как дела Вроде гномы Но какие-то Странные И давай граблями махать Туды-сюды Сюды-сюды В общем Выгнали нас Понятно? А А Другие гномы? Мы разберемся А вы, уважаемые Верните дубинку хозяевам И попросите у них прощения Девочки Вам не кажется Что в подземелье гномов Стало Уютнее? Да Цветочков здесь раньше не было Ого Вполне профессиональное садоводство Неплохой подбор сортов А ну Граблю права Ой Простите Ух ты Садовые гномы ожили А Так вот Кто выгнал из дома Наших знакомых Чего пришли? Привет Гномики Мы только спросить Зачем вы так с хозяевами поступили? Из дома их выгнали Захачали и выгнали Мы теперь хозяева А они пусть на улице поживут Но ведь так нельзя Что там? А ну Полетайтесь Патруль Приготовиться Не мечтай Белобрысая Вот же хитрые Меня не обхитришь Нет Получи Борода Парфоровая Не доросла еще Ой И хогонь не берет Повеси здесь Тепки Ох да Поняла, да? Наконец-то Включаю магический режим Девочки, гнома поживила магия лунного камня Патруль, отступаем Аленочка, идем Пустите меня, я им сейчас всыплю Бегите, бегите Если мало, возвращайтесь за добавкой Хорошо Хорошо сказал, отбей грабли Ха, повезло им, что вы меня вытащили Нет, Аленка, магия лунного камня сильнее нашей И этих гномов нам не одолеть А можно как-то забрать у них магию? Хм, а это идея Маш, наверняка должен быть способ Магию из ожившего неживого может впитать сказочный минерал дыхания огня Красно-оранжевый с желтыми языками Отлично! Огонь! Моя тема! Добудем минерал и удивим этих фарфоровых! К сожалению, в природе он не встречается Все образцы были созданы старыми магами и теперь находятся в частных коллекциях Жаль, идея была хорошая Машечка! А твоя заколка выглядит прямо так, как ты только что прочитала Хм, думаешь в ней тот самый редчайший минерал? Вероятность совпадения минимальна А вдруг, мы можем это проверить? Минерал дыхание огня активируется магом огня А как активируется? Маш, там не написано? Активируйся! Акотивацио! Активо! Я поняла! Может его поджечь? Нет, Алёнка, это подарок! Смотрите, девочки! Эй, есть кто дома? Леньки-крабельки, они вернулись! Ха-ха, неужели задобавки? Нет-нет, уважаемые, только поздравить с новосельем! Как красиво вы всё тут сделали! А это счастливый фикус, сама растила! Что такое чахлый? Вот садовница, совсем толку нет! О, украшенница! Так бы сразу, а то... А-а-а! Всё сработало! А магия из вредных гномов пошла на доброе дело! Лунный камень проявил себя! И это неплохо! Только вот попал он, похоже, в чьи-то не слишком ответственные руки! Интересно, в чьи? Ты не знаешь? Что же ты ещё умеешь, камешек? Может, вернём его на место? Ха-ха! Ну уж нет! С такими сокровищами не расстаются! Держись, Мышкин! Скучать тебе больше не придётся! Это что ещё за лютики? Им тут не место! Выкинуть всё! Немедленно! Давай-давай! Вот так! Прошу, юная леди! Овсяная каша! Лучшая утренняя еда! Спасибо! Э-э-э... А можно мне слоечку? Сначала каша, Алёнка! Сегодня нам понадобится много сил! Да-да! У нас большие планы! Кстати! Господин кот! Мы вышли на след лунного камня! Так что, мне нужен выходной! Ах, конечно, принцесса Алёна! Супер! Всем приятного аппетита! Э-э-э... Э-э... Ой! Ого! Фу, гадость! Господин кот, а почему в моей тарелке... Перчатки? В моей каше? Это скандал! Тысячи извинений! Как такое случилось? Где я не доглядел? Хм-хм... Но это не я! О-о-о! Чудо волшебной, миловой луны! Силу свою принесёт! Если берётся за дело патруль... Нас приключения! Нас приключения! Нас приключения ждёт! И здесь! И здесь! У-у-у! Не кафе, а магазин перчаток! Всё пропало! Да... Похоже на какой-то розыгрыш! Не смешной розыгрыш! Я есть хочу! Патруль! Разберитесь с этим! Умоляю! Успокойтесь, уважаемый кот! Мы обязательно вам поможем! Правда, девочки? М-м-м... Боюсь, главная задача на сегодня... Лунный камень! Да-да! Часики тикают! Согласна! Перчатки вместо еды, конечно, не дело, но и не катастрофа! А мы должны спасти мир! Но как спасать мир на пустой желудок? Аленочка, не переживай! Сходим в кафе Лукоморье! Да! Кафе Лукоморье! Безобразие! Куда смотрит повар? Это отвратительно! Простите, а что случилось? Вот что случилось! Перчатка в моей тарелке! Место суфле! Кафе испортилось! Я сюда больше ни ногой! Девочки, это уже серьёзно! Завтрак под угрозой срыва! Надо расследовать! Лунный камень по-прежнему в приоритете! Ну, давайте хоть мороженого возьмём! Двойную порцию ванильного! Пожалуйста! Вы что, шутите? В городе совсем еды не осталось? Вот, ёжики солёные! Хм! Лавка Фомы и Ерёмы! Похоже, проблема масштабнее, чем мы думали! Хорошо! Переключаемся на дело о перчатках! Ерёма! Что ж ты так мало перчаток заказал? Да немало заказал, Фома! Ох, немало! Ну и где они? Где-где? Закончились, сам не видишь? Эх, Ерёма, Ерёма! Ну, как мы без перчаток-то будем? О, волшебницы! А это, а зачем пожаловали? Здравствуйте, уважаемые! Это ваша перчатка? Наша! Может, вы тогда объясните, почему она оказалась у меня в тарелке вместо каши? Э-э-э, как объяснить? Да, как объяснить? Тут это, надо подумать! Вот! Хоп! 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 Ах! Эй, куда? Ах! Стойте! Убежали! Я поняла! Эти шустрики бегают по городу на сапогах скорохода и быстро-быстро подменяют еду перчатками! Генера! Генера! Хм! Не особо! Но оригинально! Ой, девочки, смотрите! Это же скатерть-самобранка! Бедненькая! Кто у тебя так? О! Самобранка! Хм! А можно мне слоечку? Никаких слоечек, ни пирогов, ни каши, ни пареной репы Дайте отдохнуть! Простите, что беспокоим, но мы проводим расследование Не могли бы вы ответить на пару вопросов? Не могла бы, я в отпуске до конца недели Ну-ка, голубушки, положите меня, где взяли Что за день такой сегодня? Даже скатерть-самобранка не хочет работать Ну, конечно! Волшебная скатерть не работает Вот почему Фома с Ерёмой похищают еду Ишь, обжор! А мне даже слоечки не досталось Если близнецы действительно такие голодные Мы сможем их приманить чем-нибудь съедобным Приманка из еды! Варечка, ты гений! Ага! Вот только ничего съедобного в городе не осталось Одни перчатки А тут волшебный горшочек в кафе Лукоморье Он ещё варит бесконечную кашу? Срочно в кафе Лукоморье! Ну, Снежка, у тебя и голова! Кто бы ещё об этом волшебном горшочке вспомнил? Девочки, следите за улицей Аленка, Алиса, заходим Думаете, горшочек работает? Не поломался? Может, сперва себе каши сварим? Ну, для проверки Тихо! Слышите? Равни, держи, Елёма! Да не шатай ты! Да не шатай! Бери уже! Чего копаешься? И снова здравствуйте! Времечко, стоп! Ну что, уважаемые, расскажете, зачем вам бесконечная каша и при чём тут перчатки? А что? Времечко! Вперёд! Ой! Мы не воришки, нет! Кот разрешил нам взять горшочек, правда? Какой еще горшочек? Берите, что хотите, не до вас. Ням-ням. Ням-ням-ням. Ага, ням-ням. Сейчас, малышка. Сейчас, сейчас. Не подведи горшочек. Вари. О, с ума сойти. Взяли мы как-то на ярмарке яйцо дракона. О, а из него гусеница вылупилась. Понятно стало. Обманули нас, ага. Ну что поделать? Малышка кушать просила. И стали мы ее кормить. Быстро привязались. Больно мило она лепетала. Вот это ням-ням-ням-ням. А еды все больше-больше требовалось, ага. Сначала скатерть самобранка выручала. А потом устала скатерть, все упрямилась. Тут-то мы в лавке чудо-коробушку и нашли. Хм. Надписи на старосказочном. Интересно. Ну, мы на таком не читаем, вот. А вот видите, перчатка нарисована. Кладешь перчатку, открываешь. А там еда. Хотите проверить? Перчатка найдется? А то у нас это, закончились. Это не перчатка, уважаемая, а рука. И написано тут, положишь оплату, заберешь еду. Так вы этой коробкой нам перчатки вместо еды подкладывали? Так мы же это, не знали, что малышка-то есть просит. Вот о волшебном горшочке и вспомнили. Горшочек не вари. Неужели наелась? Горшочек не варится. Гракон это. Настоящий мяп. Ну вот, горшочек на месте. Патруль, вы выяснили, почему еда превращается в перчатки? Да, уважаемый кот, дело раскрыто. Правда? И кто виновник? Мы все вам сейчас расскажем. За чашечкой чая. И свежей выпечкой. Слоечки! Наконец-то! Теперь можно снова искать лунный камень. Только мне нужен еще один выходной. В момент наполнения магии луны, камень-хранитель мышкина ярко светится лиловым. После чего гаснет, приобретая вид обычного булыжника. Сножка по звездочке посмотрим чуть позже. То есть сейчас лунный камень выглядит как просто камень. Ага. И что мы тогда ищем? Просто камень? Для начала мы ищем нашего главного подозреваемого. Аниматора в костюме пингвина. Ладно. Кто первый заметит, тому шоколадка. О, пингвин! Вон там, видите? Хм, и там пингвин. А вон еще один. Чудо волшебной лиловой луны Силу свою принесет Если берется за дело патруль Нас приключение, нас приключение Нас приключение ждет Девочки, видим первого птенчика. Как дела у вас? Второй роется в урне. Третий идет к фонтану. Все готовы. Хватаем на раз, два, три. Подожди, Аленка. Пока наблюдаем. Да, мы не знаем, связаны эти аниматоры или кто-то из них украл камень в одиночку. Связаны, не связаны. Все они подозрительные. Вот что он там делает? Идем поближе. А я люблю пингвинчиков. Я подружилась с ними в детстве. У моей тети снежной королевы. Не забывай, Снежка, это не милый пингвин, а кто-то в костюме пингвина. Костюмчик тоже милый. Ха-ха, привет. Мы обнаружены. Первый птенчик упорхнул. То есть, ускакал. И второй побежал. Третий тоже. Видимо, они сообщники. Ну что, Варечка, хватаем на раз, два, три. Вон он. Ага. Простите. Извините. Осторожно. Девочки, вижу еще одного. Уже четвертый? Нет, это наш. Первый. Лучше шустрый. Нырнул куда-то. Снежка, ты не видела? Нет, к сожалению. Первый ушел. Второй тоже. Я его потеряла. А я вижу всех троих. Девочки, они встретились на заброшенной фабрике игрушек. Жду вас. Это мы. Все готовы? Тогда заходим. Господа пингвины, не расходитесь. У нас к вам пара вопросов. Что ж, давайте посмотрим, кто прячется в пингвиньих костюмчиках. Костюмчики, кстати, просто прелесть. Да, и покажите, что в мешке. Лови их! Оп! Есть! Что? Пингвин? Они убегают! Держите их! Это сани снежной королевы? Пингвины на тайном задании Ее Величества! А зачем ей волшебный камень? Не думаю, что королевы причастны к похищению камня. Но посетить ее замок придется. Ах! Девочки! Только сейчас вспомнила. Сегодня в снежном королевстве праздничный вечер. Да? Тогда нам надо принарядиться. Ну разве зима не чудесно? Чудесно! Не то слово! Особенно, когда мы прямо из лета. Здравствуйте, Ваше Величество! Девочки, как хорошо, что вы вспомнили о празднике пингвинево танца. Это так приятно! С праздником, тетя! А как мы найдем трех пингвинов, если все они похожи, как капельки воды? Эй! Вы случайно не брали волшебный камень? Нет, этот не брал. Пингвини Твист! Идемте танцевать! Девочки, вообще-то у нас расследование. Ну, мы быстренько посмотрим, что тогда как. Бежим, Снежка! Кажется, мы в тупике. Тогда давай дочитаем статью про лунный камень. Так, теперь сноски. Первое. Лунный камень оставляет волшебный след на предметах, с которыми соприкасался. Второе. Волшебный след можно увидеть только с помощью волшебного оптического прибора. Типа твоих очков? Ну да. А что же я раньше-то не проверила? Волшебный след! Уважаемый, а пройдемте побеседуем? А-а! Эй, девчонки, что случилось? Мы танцуем! Этот пингвин был на фабрике игрушек. Мы уверены. Что, правда? А, какой коварный! А танцевал так, будто первый раз меня видит. Покажите то, что вы взяли в парке у кота. А снежная королева знает, что вы катались на ее санях. Это что? Скульптура из мусора? Произведение современного искусства. Да, ничто волшебное к этому не прикасалось. Нет, не светится. Зато ваша лапа светится. Расскажите, как вы встретили кота? Что было в парке? Зачем надели костюмы? Костюмы были нужны для того, чтобы никто в мире людей не увидел поданных снежной королевы. Им туда нельзя. Но только в мире людей можно было собрать великолепные баночки для подарочной скульптуры королеве. А больше всего баночек у туристов, которые обожают фокусы аниматоров и пингвинов. А у кота баночек не было, только какой-то ларчик. И его кот сначала отдал, а потом обратно потребовал. Еще и камень под ноги бросил. Ничего себе! Получается, никто камень не посещал? Это просто кот растяпа. И пингвинчики не виноваты. Сейчас важнее другое. Камень до сих пор может лежать в парке. Главный момент вечера! Снежка, некогда. Срочно в Мышкин! Снежечка! Идем! Пингвинчики, покажите там класс! Хорошего вечера! Судя по яркости следа, камень забрали отсюда буквально недавно. Да. Жаль, мы слишком поздно узнали о важном свойстве лунного камня. А если мы все равно его не нашли, может, тогда вернемся на бал? Снежка! Десерт за счет заведения. Приятного аппетита, волшебницы! Волшебницы и Владислав Владимирович! Благодарю, котик. Надеюсь, вы не расскажете Василисе Васильевне о моей роли в пропаже лунного камня. Вы обещали. Обещали? Значит, не расскажем. Поразительная любовь к мороженому мое восхищение. Спасибо. Уважаемый кот, мороженое это прекрасно, но хотелось бы узнать, как вы похитили камень. Разумеется, я максимально открыт и готов к сотрудничеству. Дело было так. Чудо волшебной и новой луны силу свою перенесет. Если вперед садила патруль, нас приключение, нас приключение, нас приключение ждет. Будучи главным хранителем магической части города, я знал, как проникнуть в сокровищницу и обойти все ловушки. в чешуе, как жар горел 33 богатыря. лунный камень самый надежный контейнер для хранения, закрытый магической печатью. Все произошло в районе обеда. Конечно, свидетелей меньше ночью, и лишь глупец пойдет на дело днем, но, хочешь сделать незаметно, сделаю всех на виду. Смотри, куда едешь. Мой Ларчик, где он? Благодарю, любезный. Все в порядке, печать не сломалась. Смотри, куда едешь. А сами-то не смотрят. Скажите, мог ли камень выпасть в этом столкновении? Ни в коем случае. Магическую печать, как и любую другую, можно сломать лишь один раз. И господин вот сломал ее прямо у нас на глазах. Ага, когда по нашей просьбе открыл Ларчик. Очень вкусно. Спасибо большое. Значит, до того момента Ларчик точно не открывался. Продолжайте, пожалуйста. О-ля-ля, какая прелесть. Ваше сиятельство, осторожнее, это очень хрупкая вещь. Где вы ее взяли? Купил, нашел, лотерею выиграл. А, вспомнил, это наша семейная реликвия. От дедушки досталось. Храни, говорит внучок, и смотри, не давай никому. Даже на время. Ммм, как жаль. Чудесная вещица. Простите, граф, мне пора. Отличный улов. Это мне, это трезору, это опять мне, это снова мне. Приходите в кафе, чтобы попробовать новый коктейль с томатным соком. Нет! Стой! Стой! Нет, вот этот трезор. Остальное мне. Фу, целая. Стрелочки мои, ну зачем нам эти подробности? Понятно же, что если печать не сломана, значит, нарчик не открывали. А если не открывали, как тогда пропал камень? Это мы и пытаемся выяснить. Возможно, было магическое вмешательство. Эту версию мы тоже проверим. После того, как рассмотрим все встречи хранителя по дороге домой. Продолжайте, пожалуйста. О, благодарю. Это еще что? А где ларец? А, простите, мадам. Угу, так Плавно поверните ручку О, смотри, Ларчик Хм, может потерял кто? А внутри чего? Ага, что-то есть Ага А так это... А давай глянем Давай глянем, а что бы не глянуть Позвольте, это мое Благодарю А поздороваться? Он не поздоровался Я не поздоровался В этом О, да, мое любимое С орешками Где мой ларец? Хм Золотая цепь на дубе том И днем, и ночью Кот ученый О, ну вот, кстати, и он Все ради вашего уважения Василиса Васильевна Все понятно То есть, ничего пока не понятно Ого, интересно Владик, а как ты это сделал? Вот, тут кнопочка незаметная Значит, ларчик можно было открыть Не повреждая охранную печать Хм, хитрая вещица И где вы ее взяли? Нигде не брал Это наша семейная реликвия От дедушки досталось, клянусь, хвостом и усами Успокойтесь, уважаемый кот Мы вам верим Правда, Аленочка? Правда, правда Хотя, версия с поддавцом ларца была бы интересной Получается, камень мог выпасть через дно При любой вашей встрече по дороге? Хм, получается А еще вы сами могли случайно нажать кнопку И выронить артефакт Мог Значит, мы снова понятия не имеем Где искать лунный камень Ой Ну что за фокусы? Ааа, фокусы! Самый подозрительный из всех встреченных хранителем Тот, кто отвлек его фокусами Пилингин! Точнее, тот, кто был в костюме Пингвина Ну, Маша Значит, ищем пингвина Да Каникулы у нас интереснее с каждым днем В этом-то и дело Я же говорю Волшебный камень Артефакт этой Эээ Маш, как ее там? Лиловой луны Точно Камень, конечно, не простой А очень ценный Да, Варечка, спасибо И Василиса Васильевна отдала его нашему котику Чтобы хранил у себя до начала мероприятия Так этот растяпа Хранитель Этот хранитель Сразу его и проворонил Прибежал к Василисе Васильевне Кричит Караул Стащили прямо из-под носа То есть кот хранил камень И он же сообщил о пропаже Ага Так что тут думать? Камень взял кот Что? Что? Чудо волшебной И новой луны Силу свою принесет Если берется за дело патруль Нас приключение Нас приключение Нас приключение ждет Ну, Владик За минуту дело раскрыто Даже не верится Вот и мне не верится Кот, похититель камня? Обвинение серьезное Нужны доказательства Да что там доказывать? Подойдем и скажем прямо Нам все известно А давай А он и ответит Ничего не знаю Я не брал В теории Любой воришка захочет проверить тайник Если узнает Что украденной вещи Грозит опасность Точно Кот пойдет в тайник А мы за ним Надо придумать опасность Для нашего камешка Аленка Это только теория Я вообще-то не верю Что кот виновен И нам на работу пора Давайте с этим до вечера Девчонки, вы куда? Подруги называется Ну, хоть ты-то Со мной Так Пряники волшебные Бисквит с каском Пончики Сладкая магия Все такое аппетитное Кондитер Просто волшебник Или на этой кухне Спрятан какой-то волшебный артефакт Кстати Я читала Будто волшебные артефакты Теряют свои свойства Если долго лежат на одном месте Что? Прямо все артефакты? Даже лунный камень? Ага Представляешь? Господин кот А вы что об этом думаете? Чушь И ученицам волшебного колледжа Следует это знать По-моему, реакция естественная Нет-нет, я видела У котика глаз дёрнулся Значит, он клюнул Начинаем слежку Версия Владика подтвердилась Думаешь, волшебный камень В этом свёртке? Конечно Лопату видишь Кот закопает камешек А потом Быстрее, Снежка, он уйдёт Писташковые Ванильные Шоколадные Шоколадные Всегда найдётся минутка для мороженого Так Ещё чуть-чуть В самый раз Ну вот Затапывает камень под дерево Да, Алёночка Кажется, ты была права Давай посмотрим Так Пока ничего Наверное, глубже Сейчас У меня ему было Глубоко закопать Алёночка Он идиот О! Моё бутербродное деревце Возмутительно Кто это сделал? Хулиганы Вредители Кажется, мы ошиблись Котик не виноват Нет, Снежечка Этот хитрюга понял, что мы следим Вот и притворяется Запутать хочет Снежка, ты где? В сувенирной лавке Толпа посетителей Уже бегу, Варечка Прости, Алёнка Эй! А как же наше расследование? О, Алиса Ты вовремя Моя лягушечка возьмёт приз За лучший костюм И никто не догадается Кто ты есть на самом деле Кто ты есть на самом деле? О, Он превратил камень в козлёнка Вот хитрец Ага А в Южной галерее сегодня выставка оборотных зелий Я столько пробничков набрала Так Значит, козлёнок Это камень Представляешь, огромный набор пробничков Всего по чуть-чуть, зато все разные Алиса Да убери на свои пробнички Нам козлёнка расколдовать надо То есть Харли Ты совсем меня не слушаешь? Я же говорю Это пробнички оборотных зелий Оп! Ой-ой Ой-ой-ой Ничего страшного, есть другой Не волнуйся, Алёнка У меня ещё много Не получается Кот идёт Прячемся Козлёночек Что с тобой? Что случилось? А что теперь делать? Как дела, детективы? Мы заколдовали козлёнка Мы думали, это камень А теперь Что делать, Маша? А чем заколдовывали? Пробничками оборотных зелий Ясно Делать ничего не надо Пробники действуют недолго Удачи Часики мои А котик, похоже, и правда расстроен Не расстроен А хитёр Так убедительно страдает Значит, точно виноват Ох, котлёночек Не пугай меня так больше Возьмите буклет Сказочные маршруты Мышкина Будут вопросы, обращайтесь Вы из 301-го? Вам почта Хорошего дня Ну как вы не видите? Кот виновен Я не вижу Прости, Алёнка Девочки, тише Вот он Господин кот Вам телеграмма Что за телеграмма? Из банка троллей Дай сюда Это важное Ну, хитрец Хэлл положил камень в банк троллей Девочки, я освободилась Что новенького? Мы отправляемся В страну троллей А сколько чемоданов Можно с собой взять? Субтитры сделал DimaTorzok Стойко усилий А в итоге Банка консервов Хочу мороженого Ну как? Разоблачили кота? Знаешь, Владик Я дольше всех тебе верила Но наш котик Это просто какой-то Образцовый идеал Аж противно И камни он не похищал Да? Странно Обычно я такое нутром чую А тут, значит Ошибся Уважаемый кот Вы в порядке? Я определенно не в порядке Меня весь день преследуют неудачи и печали Впрочем, какое вам дело? Заказывать что-то будете? Это не печали вас преследуют, а мы Вы? Но зачем? Просто мы думали Что, это вы похитили волшебный камень? Что? Вы меня подозревали? Да как вы посмели? Ха-ха-ха Я поражен в самое сердце И больше сегодня не работаю А ведь это и правда, кот А, Алёночка, может хватит? Да я сама так поступаю Когда меня на чистую воду пытаются вывести Изображаю оскорбленную невинность И гордо удаляюсь Ну, давайте проверим Ну, в последний раз Ну, Владик Как патруль меня вычислил? Ведь абсолютно ничто на меня не указывало Но раз уж так вышло Пора избавиться от камня и завершить мой план Верну волшебный камень Василисе Васильевне Скажу, что именно я его нашел И она увидит, как я полезен И она увидит, и она увидит, и она увидит Ага, чутье меня все-таки не подвело Попался, котик! Лапы вверх! Я не желал ничего плохого Лишь заработать немного признания Василисы Васильевны Мы можем все забыть и не говорить ей Славы мне, конечно, не видать Но в вашей власти не окунать меня в пучину позора Мы подумаем Уважаемый кот, пожалуйста, откройте ларчик А где камень? Мне тоже интересно Во! Этого не может быть! Ага! Я ни при чем! Клянусь хвостом и усами! Кто я такой? Нет, повыше Кто я такой? Интересно, где же все-таки наш камешек? Где-то точно должен быть Не удивлюсь, если он прямо у нас под носом Вы слышите, девочки? Моя гитара! Эй, Морок! Ты что вытворяешь? А? А, колючка Привет, патруль! О-о-о! Не волнуйтесь, я в порядке Ничего не сломал Кажется Чудо волшебной лиловой луны Силу свою принесет Если берется за дело патруль Нас приключение Нас приключение Нас приключение ждет Гитары, гитары Нет, не ремонт Нужна целая Краши прежней Шикан, великолепный Новый концертный тур О! А ничего, гитарка И хозяин знаменитость Ладно Попробуем Шикан Вы насчет концерта? Привет Но можно сказать и так Я тут одну гитару Случайно сломал И мне такой концерт закатили А, это ты, Влад? Да, понимаю Сломать гитару Это как Сломать руку Только больнее Прекрасные слова Слушай, я тут как раз Твой ролик смотрел И подумал Может, подаришь мне Одну из своих гитар? Ну, у тебя же их много Ну, много И что? Они все мне нужны Или у тебя найдется Что-то ценное Взамен Эм, ну Только фруктовые конфеты Но зато с разными вкусами Ха! Конфеты Оставь себе А мне А мне Принеси корень Мандрагора Для укрепления голоса И одну гитару Так и быть Отдам Отлично Подпиши ее и заверни Я скоро буду Эх, и где же взять Этот Ботанический корень О, ботанический эксперт Эй, Маша! А? Ой, и зачем столько читать? Ты и так умная Тебе что-то нужно, Влад? Эээ, да Я тут на курсы Научные записался Но Там такие эксперименты Мудреные Вот Хотел попросить о помощи Только не смейся, а? А над чем тут смеяться? Саморазвитие Это похвально Я с удовольствием Тебе помогу Круто Спасибо В общем Прям первый эксперимент Возьмите Корень Мандрагоры А где? Ну, это легко Корень Мандрагоры Можно попросить у Лешего Он его на своем огороде Выращивает Знаешь, как найти? Ага Что тебе, Морок? Можно Буклетик по Мышкину? Нету Мандрагорова корня нынче Не уродился И что же мне делать? Так известно, что Следующего урожая ждать Ну вот Останется Шикан без Мандрагоры А Красная Девица Варвара Без гитары Обидится Не делай это Обижать Красную Девицу Знаю способ один Мандрагору С ростом поторопить Принеси слез водяного короля Да, волью имя корешок Миком вырастет Слезы водяного? Ха, да без проблем Никуда не уходите Скоро вернусь Конфетку хотите? М-м-м Выше Правее Хорошо Закрепляйте Маша Маша Срочно нужна помощь Уй Опять Что случилось, Влад? Снова по учебе? Ага Слезы водяного Представляешь Я даже знаю Где найти водяного Но Как дышать под водой? Вот задачка И совсем не трудная Нужно надеть на шею Кулон с волшебной ракушкой Мой дом, но Снежка свой вроде с собой носит Можешь попросить у нее Отлично Спасибо, Маша Лишь бы в русалку не превратиться Ого Хм Ну, ластает мне хвост Годится Погружаемся в подмышки Ваше водяное величество Для хорошего дела Нет, даже не так Для хорошего человека Хотя бы полфлакончика наплакать надо Ха-ха Надо ему Слезы водяного не дожди Просто так и стучки не капают Сумеешь тронуть мое сердечко? В смысле? В смысле? Чем из меня слезы выжимать будешь? Может, сказку жалостливую расскажешь? Или песенку споешь? Танец? Подарочек милый? А, подарочек? А, вот конфеты есть Смешно шутишь, малыш Хорошо, вот тебе подсказка Верный способ Расстрогать водяного до слез Принести ему Каменный зефир Каменный зефир Это такой минерал За ним тебе нужно В гномье шахты Вот он, каменный зефир А ну, стой, варишка Верни камень Да вам жалко, что ли? Вы вон по этим камням ногами ходите А я всего-то один взял Дед, возвращайся Вернись Вернись, кому сказали Вот сжатый, да? И гляди-ка Фруктовые конфетки Крустальная жила Это же ассорти О, хоть кому-то пригодились О, новые вкусы вышли Ананасовые А внутри еще вкладыши коллекционные Устроит вас такой обмен? Да-да Иди уже! Обожаю мороженое Любое Что, даже с чесноком? Скажешь тоже, Аленочка Не бывает Мороженого с чесноком А вот бывает Как раз недавно Слышала о таком по радио Так, девочки Что мы предпримем В наших поисках Волшебного лунного камня? Может, попробуем Создать поисковый артефакт? Хотя Высока вероятность неудачи Это очень сложная магия Ничего сложного Наверняка в интернете Про это есть ролик Сделай сам Я постоянно такие смотрю Особенно во время учебы А вы знали, что Влад Тоже взялся за учебу? Проводит научные эксперименты Где нужны корень мандрагора Слезы водяного Каменный зефир Я немножко помогла ему советами Научные эксперименты? Ты о нашем мороке? Ох! Девочки! Никакая у него не учеба! Да ведь морок! Да ведь лунный камень! Ох! Морок уже его нашел! Я в одной книжке читала Или там в журнале Или комиксе Не важно Я читала Что именно эти компоненты Нужны для какого-то Особого действа Над лунным камнем Мы значит С ног сбиваемся Камешек ищем А он давно у морока Аленка Это серьезное обвинение Знаю! Сама в шоке! Какой коварный! Всех обманул! Всех! А ведь я с ним Прямо дружила! Да В нашем сказочном мире Возможно все что угодно Думаю стоит перестраховаться И проверить Привет патруль! Прекрасная погода! А что это ты несешь? Что внутри футляра? Ой, все это тебе надо знать, а? Подожди немного Скоро увидишь Влад, нам нужно посмотреть Прямо сейчас Ну вообще-то Я планировал открыть его В более торжественной обстановке Он готов запустить свой план! Девочки, хватайте его! А ну! Показывай! Быстро! Эй, ты чего? Отпусти! Отпусти, говорю! Не для того я Столько старался! Не! А! О! Это тебе, колючка А ты ненормальная Мне? Гитара Шикана? Да еще и с автографом Ой! Владик! Э-э-э Ошибочка вышла Хе-хе Прости, пожалуйста Я тебе не Владик! И что это было, рыжая? Сказал же Скоро покажу Ну, просто Аленочка Очень переживала Прости ее Так вот для чего Ты собирал артефакты Ты обменял их на гитару Ну, примерно так Получается Я обманул тебя Прости, Маша И спасибо за помощь Пожалуйста А новые знания Все равно Когда-нибудь пригодятся Ну, больше так не делай Пожаловать на наш фестиваль Моя сестра Старшая Привет Очень приятно Хорошего отдыха А, программа фестиваля И гид по мышкину Сами разберемся Идем Зачем тебе это? Я такую программу составлю Не заскучаешь Чудо волшебной Меловой луны Силу свою Принесет Если берется За дело Патруль Нас приключение Нас приключение Нас приключение ждет Выходной! Мы за место! Ммм Как же хорошо Когда на работу Не надо! Ой, Аленка Можно подумать Ты сильно устаешь на работе Ах, Мария Это другое Сегодня я имею Полное право Не уставать Ну и как мы потратим Выходной? Предлагаю использовать Музеи Магазины Аттракционы И много мороженого Ах, девочки А Вася меня То есть нас В гости звал Посмотреть его Космическую коллекцию Нет, нет, нет Не сегодня У нас выходной Между прочим И всего мы Точно не успеем Давайте Вася Отложим А? Хм? Ну, коллекция Это почти музей Согласна А если зайдем К Васе Прямо сейчас То весь остальной День наш Ах Ну ладно Но только Ненадолго Спасибо, Аленочка А? А? Нарушение правил Магия в мире людей Девочки, заходим Девочки, заходим Мерема Помоги спуститься Я высоты боюсь Это я боюсь, Фома Ты мне сперва Помоги Эй, уважаемые Держитесь Сейчас я вас спущу Спасибо, волшебницы Ага Спасибо Что тут у вас случилось Да что случилось Вот чуть ли не полчаса назад Входят две девицы Ага На вид вроде милые А спрашивают Метла, говорит, летающая есть? Ну а мы Конечно есть Пожалуйста Даже искать не надо И тут Она пальцами как Щелкнет Да И мы сразу И взлетели Хм Тоже эти Милые девицы Ну как? Весело? Не очень Мы вроде как Магазин ограбили Да нет Просто метлы одолжили Полетаем и вернем А здесь написано Что в мире людей Магия Запрещена Выбрать И начинай уже Веселиться Ого Смотри, смотри Ты видел? Круто Смыть ли вон Мои книги Лови Ха-ха-ха-ха Ха-ха-ха 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 Ух, хорошо Что-то я даже Проголодалась Летим в кафе Лукомарье Это вон там Хотя бы наши милые девицы Оставляют для нас след Надеюсь, их след Никто, кроме нас, не увидит Ох, девчонки Вон там еще Латок с мороженым Бежим Чего исполите? Да мне без разницы Главное, побыстрее А тебе чего, сестричка? Нет Как тебе Тоже без разницы И кислую тянучку Тянучку? Ладно Все запомнил Неси Пожалуйста Скучновато тут О, смотри Сосисочка, стой Куда ты? Моя дорогая Позвольте сказать Вы позволите Моя сосисочка Ну чего там? Где еда? Болото еду, сестренка Прыгай на ковер Прокатимся Твоя сосисочка Поехали Я поняла, кто это Несмеяна и ее сестра Морена Наша Несмеяна? Я тоже в шоке И какой у нас план, девочки? Догоним на метлах Нет Мы должны соблюдать правила Никакой магии в мире людей без крайней необходимости А Так сейчас необходимость еще не крайняя? Эх Значит, ножками Рули туда! Туда, говорю, рули! Не получается! Прости Я старалась И у тебя получилось Класс! Прямо как в аквапарке Только без билета Ого! Ступа! Я на такое еще не каталась Не видит ровная экскурсованная Вот, по-мышкину. Скоро как раз экскурсию начнёт. Пойдём? Ты чего, сестрёнка? А на ступе полетать? Пока бабулька туриста водит, как раз и успеем. Я обещала тебе крутую программу. Болото ступу! Прокатимся на самоходной избушке! Мышкинский парк знает множество сказочных историй. Здесь вы встретите курочку-рябу, белочку с волшебными орешками, козлёнка золотой копытца и говорящую, правда, не со всеми, щуку. Да, улетели наши девицы. Ого! Когда они нам следы оставляли? было проще! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Да-а-а-а! Ха-ха-ха! А-а-а-а! А это место необычно тем, что оно самое обычное, единственное во всём бабки. А-а-а-а! Стой, избавка! Стой! Коврик нашёлся! И где эти хулиганки? Помогите! Помогите! Это они! Патруль, приготовиться! Ой, Варечка! А как же запрет на магию в мире людей без крайней необходимости? Вот сейчас, Алёнка, необходимость крайняя! Варечка! 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 Милые девицы! Спасибо, что спасли! Класс! Это было покруче бешеных вагонеток! Ой, Мореночка! Боюсь, граф Дракула не разделит вашей радости. За многочисленные нарушения правил фестиваля вы изгоняетесь с мероприятия. Немедленно! Ну что, домой? Так, наш автобус будет... Погоди, сестрёнка! В болото автобус! Мне здесь понравилось! И мы остаёмся! Коллекция метеоритов лишь первый шаг моей научной карьеры. После школы я окончу институт, стану учёным и смогу посмотреть в самый-самый большой телескоп! А я думала, Вася так и будет искать своих глупых инопланетян. Да, Вася взрослеет. Так, сейчас. И вот тогда у меня появится намного больше шансов найти внеземные цивилизации. представляю первый экземпляр моей коллекции. Не буду утомлять вас историей его находки. Знаешь, Вася, по-моему, это чёрствый хлеб. Точно! И может быть! Он же мне прямо под ноги упал! Я-то думал, он из космоса прилетел! Ничего, Васянька, в науке такое бывает. Не отчаивайся, и ты обязательно найдёшь свой метеорит. Прошу, профессор. Номер люкс для особой гостей фестиваля. Благодарю вас, граф. Приятно остановиться в таких ква-амфортных ква-апартаментах. Ну что ж, располагайтесь, устраивайтесь, я зайду за вами к обеду. С нетерпением ждём вашей вечерной лекции. О, целебные грязи! Так вот, зачем я здесь. У меня лекция. А что за лекция? Профессор-звездочёт? Да, это я. Да, сегодня. Да, это сегодня. Представляет лекцию сказочные ква-артефакты. А-а-а! Ну так я же подква-товился. Хм, путеводный клубок. Прекрасно. Дубка-самогутка. Хм-хм. Цветик-семицветик. А в этом что? Не помню. Не подпишется? Хм-хм. 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 Лас-патруль. Нас приключения. Нас приключения. Нас приключения ждёт. А-а-а-а-а-а-а-а-а! побегаем, да без проблем. Мороженое съедим, скейт припаркуем. А дракона... О! Есть идея! Долгие годы я провел в заточении по твоей милости. И теперь я ведь заслужил немного радости. Как думаешь? Ответ неверный. Заслужил. Буду развлекаться. А какие у нас планы на вечер? О, пока сказочный артефакт годится. Уважаемый профессор, позвольте пригласить вас к обеду. Надеюсь, вы успели отдохнуть. Отдыхайте, профессор. Иду, иду. О! мои старые косточки. Где-то здесь работает Варя. Молодец, зайка! А, гнатушки! А что вы здесь делаете? Малыши, мы тоже очень по вам соскучились, но не стоило бродить по городу одним. Ну, хотя бы дракоша остался дома. Дракоша не совсем остался. То есть, совсем не оставатушки. Ай! А, дракоша! Тебе сюда нельзя! Это же нарушение правил! Что будем делать? Здесь у нас главный холл и ресепшн. Не правда ли впечатляет? Так, дракоша, сиди тихо. Девочки, познакомьтесь. О, о чем это я? Вы же прекрасно знакомы с вашим преподавателем. Здравствуйте, профессор-звездочет. Варечка, профессор желает заказать доставку артефактов для своей лекции. Конечно. Слушаю вас. Мне нужны скатерть-самобранка, гусли-самогуды и дубинка-бокомялка. Дубинка? И исключительно в образовательных целях. Ква! Готово. Доставка уже в пути. Чудесно! Уйди, какие милые малыши! Уберите это! Оно ручит на меня! Да, Боже! Фу! Прекрати! Так это ваш питомец, Варвара? Ох! Но вы как никто должны знать о существующих запретах. Молодые драконы совершенно не умеют себя вести. И мы еще раз в этом убедились. Простите, не знаю, что на дракоши нашло. Он совсем не такой. Убрать животное! Немедленно! Вам выговор. Тысячи извинений, профессор. Отведу дракошу к себе в комнату. А мы с малышами в кафе пойдем, к Аленке. Надо заесть стресс с мороженым. Ура! Как же ты меня подвел, дружок. Ну ладно, я не сержусь. Не скучай. На, держи. Спасибо, Аленка. Я побежала. На работу пора. Увидимся вечером. Давай, давай. Тетя Алена за всеми присмотрит. Оп, оп, оп. Налетай. Слышала, дракоша чуть не съел звездочёта. Ага. Секундочку. Бедный драконяшечка сидит один на денёшене в заточеннице без друзяшек, без мороженки. А давайте его навестим. Доставка. Да, это то, что нужно для настоящего шоу. Опять эта ящерица переросток. Угомонись! Воспутительно. Глазам своим не верю. Чего тракоша не прицепился к звездочёту? Посели здесь. Что-то здесь не то. Всё так волноватушки? Эм, непонятушки. Думаю, пора всё рассказать девочкам. Легендарный артефакт из народных сказок. Скатчерк самобранка. Кому пирожка? Что? С повидлом? Конечно, есть. С яйцом и луком? Да на здоровье! Ты король всех пирогов с капустой, как у бабули. Спасибо, я не голодная. А я два возьму. Можно же, да? Ммм, вкусно, тища! Ну что ж, поели? Пора и размяться. Встречайте, гусли-санакуды! Нравится? Может, побыстрее? Не знала, что профессор такой классный. Да, очень необычная лекция. Девочки, Дракоша опять бежал. Ой-ой, а зачем я танцую? Я не хочу танцевать. Да-да, мы не желаем больше драготушки. Я вспомнил, кто был заточен в этом носке. Гадкий и коварный дух-болотник. Много бед принес этот недобрый месельчак, пока один молодой и полный сил маг не призвал негодяя к ответу. фух, не могу больше и остановиться не могу. Это все магия гусли самогуда. Профессор звездочет, выключайте, пожалуйста, музыку. Мы уже натанцевались. Все устали. Так подкрепитесь. А сейчас главный артефакт этого вечера. Дубинка Бакаренка разомнем. Бакаренка Ты? Но как ты выбрался? Мне помог один крабрый дракончик. а вот похоже я ошибался насчет этого дракончика и слишком рьяно следовал правилам да кажется правилам пара поменять наш храбрый драконяшечка даже правильца бесплеснючий по писташечке и ура да все получится снежка я проходил эту карту там главное не забыть набрать кристаллов перед боссом ну не знаю наверное игры все-таки не моё аккуратней по сторонам смотреть нужно простите эй постойте вы уронили алёночка что там у тебя да тут россияный один бумажку обронил ого да это карта и здесь дерево дриат нарисовано и написано что-то алёночка чужие письма читать некрасиво а вдруг тут что-то важное так это же он похититель волшебного камня чудо волшебной миловой луны силу свою принесет ну где же они тише кажется идут вы принесли волшебный папоротник не сомневайтесь ну а мы принесли обещанное обижаете похоже алёночка права дело не чистое а то неспроста здесь лепрекон самый большой любитель темных делишек ну что пошли постой аленка понаблюдаем еще это сказочный патруль ну а ну а ну а сказочный патруль к бою а а а а а а боевые маги расходимся если что ты меня не знаешь о а а уже Zeit а а yes на у а Это что у него за магия такая? Обычный артефакт из народных сказок. Густой гребень. Обожаю народные сказки. Отлично, Маша! О! Только не вода! Не хочу промокнуть! Вот же ёжики! И откуда у него такие артефакты? Это предметы из сувенирного набора в гостях в сказке. Да, Алёночка, они везде продаются. Заходи к нам в магазинчик, я покажу. Бежим! Что? Ещё и туман? Ничего не вижу. Осторожнее, девочки. Ай! Кто схватил меня за ногу? Прости, кажется, это я. Ох, девочки, что делать будем? Чтобы развеять туман, нужен свет или огонь. Огонь есть! Ха! Попался! О! Ибн Дюк? Профессор сказочной ботаники? Это вы, девочки? Профессор? А зачем это вы от нас убегали? Ещё и ловушки магически использовали? А? Ну, вы догоняли, вот я и убегал. Профессор, у нас очень важное дело. Мы должны увидеть, что передал вам лепрекон. Я, конечно, не жду от вас понимания, но... У каждого коллекционера свои слабости. Вот. Стручок? А где наш камень? Какой камень? Это редкий говорящий горох. Я читала о говорящем горохе. Не помню только, что-то с ним кажется не то. О, не так близко, девчули. Да, подальше, подальше. Ты тоже рыжая. Эй, а повежливее можно? Ммм, повежливее. А то рыжик расстроится, плакать будет. Ню-ню-ню-ню-ню-ню. Вспомнила? Жители сказочного королевства изгнали этот горох со своих грядок из-за его ужасного поведения. Теперь вы меня понимаете? Он такой редкий. Да, значит, камень мы опять не нашли. Идем домой. Давай, давай, все по домам. Только нас не забудьте. Ха-ха-ха! Ух, вроде бы сюда. Машечка, кажется, мы здесь уже были. Ага, и не один раз. Мы что, заблудились? Ох, девочки. Похоже, преследуя профессора, мы забежали в чащу волшебного леса. Я слышал об этом месте. Неужели отсюда и правда невозможно выбраться? Здесь все тропинки из чащи ведут обратно в чащу. Поэтому даже дриады стараются сюда никогда не заходить. Так мы что, тут навсегда? Ну, ну, у меня планы на вечер. Девочки, я домой хочу! Ха-ха-ха! Эй, садовод! Ну что там, скоро конечное? Ага, сколько нам в кармане сидеть? Да уходи! Вообще жуть! Нам теплица нужна! Ага, с дождичком! Какая теплица! Нам бы выбраться сначала! Вот ученый недоученный! А ты вообще в курсе, кто сейчас в твоих руках? Хм, кучка горошин-грубиянов? Ха-ха! Мы путеводный горох не учи! Это мы выводим из леса мальчиков и девочек! Бабушек и дедушек! Колобков и лисичек! А-а-а! Вот, ботаники! С путеводным горохом заблудились! Ха-ха-ха-ха! Потрясающе! Что вы хотите? Я согласен на всё! Только вы видите нас отсюда! Короче, наши условия! Мы выводим вас из чащи, а вы нам теплицу! Понятно? Да! Столярим и спа! Эй, стоп, стеклопакет тройной! Ну чё стоим? Бегом туда, между двух берёзок! Стоп! Так! Разворачиваемся и задом наперёд! Медленно и изящно! Можете? Как на лыжах! Пошли! Ну как бы мы сами догадались, что именно так идти нужно! Хм! Смотри-ка, выбрались! Ладно, горошек! Что дальше? Дальше, эээ... Как обезьянки! Вон за ту корягу! Ой, а я так не умею! Да что там уметь? Вперёд, белобрысая! А теперь прыгаем, как зайки! Прыг-скок, прыг-скок! И язык высуньте! А язык-то зачем высовывать? А ты домой хочешь, рыжая? Ну так-то не болтай! Фу! Теперь понятно, почему нельзя заходить в эту чащу! Пока выйдешь, вокруг все белки со смеху полопаются! О, да! Надо было ещё как пингвины пройти! А-а-а! Ха-ха-ха! Точно! Э-э! Саня вспомнил! Что? Так вы просто издевались над нами! Я их сейчас съем! А-а-а! Она схватила Фёдора! Аленочка, успокойся! Отпусти, рыжая! Ну да, подумаешь, пошутили, вывели же! Тоже мне! Шутники! Девочки, надеюсь, вы никому не скажете о моём маленьком обмене с лепреконом! Не скажем! Но советуем больше с этим мошенником не связываться! Кстати, профессор, а зачем лепрекону понадобился волшебный папоротник? Я думаю, чтобы клад найти! Клад? Так у него же есть горшочек с золотом, который закопан на конце радуги! Это все знают! Ну надо же было выкопать горшочек с золотом из-под радуги и закопать в лесу! Для надёжности так будет лучше! Никто точно не найдёт! Мой горшочек! Моё золото! О, нет, это не моё золото! Опять! А мне нужно моё! О, хо-хо-хо!